Еще до прихода сюда мне пришло на память местописание Матфея, 6 глава, 24 стих, где сказано, что никто не может служить двум богам, господам. Сегодня я покажу вам бога масонства. Цель масонства – достижение просвещения. Постижение бога вселенной или архитектора вселенной. И вот на этом пути к просвещению они ищут имя бога, чтобы узнать, кто же является архитектором вселенной. Многим не удается достичь последней, наивысшей, 33 степени, но те, кому удается, узнают, кто такой архитектор вселенной. К тому времени они уже втянулись туда всей своей жизнью. И вот, наконец, они узнают, что архитектор вселенной – Люцифер, Сатана, падший ангел. Библия называет его драконом и сообщает, что он был сброшен с небес. Он захотел быть подобным богу. Он оказался на земле и ищет поклонение себе. Сатане нужно поклонение. И он получает его от тех, кто попадает в масонство. Разве не настораживаясь, что вступившему в эту организацию сразу не говорят, что он служит Люциферу, дьяволу. Они ждут, пока человек втянется туда. И только тогда, если ему все же удастся добраться до 33 степени, он узнает, кто такой архитектор вселенной. Вот та тайна, которую они скрывают. Джон Тодд. У меня есть фотокопии книг, которые вручаются только избранным, то есть только особо отобранным ими из 32 и 33 степени. В них описывается посвящение в 33 масонскую степень, а также то, что они думают об Иисусе Христе. И поверьте мне, это очень неучтиво. И о том, кто на самом деле истинный Бог. Джон Тодд. Они считают Иисуса самозванцем, а истинным Богом Люцифера, дьявола. И это записано черным по белому в масонских книгах. Альберт Пайк, пожалуй, самый знаменитый масон за всю историю. Майкл Даймон говорит, он занимал одновременно три должности. Глава масонства Вашингтона, округ Канумбия. Глава масонства Америки. Глава мирового масонства. Он написал книгу «Мораль и догма», опубликованную, используется во всех посвящениях шотландского устава для объяснения философии мастерства. Эта книга чрезвычайно важна для масонства. Ее называют «Масонская Библия». Ее вручают каждому достигшему четвертой степени в масонстве. Рекомендую для чтения в каждом ежемесячном выпуске журнала Сапландский устав. Альберт Пайк в «Морали и догма» пишет, «Масон знаком с учением о том, что высшее существо – это центр света». О каком свете они, он говорит. «Морали и догма», страница 32, 321. Люцифер, Дениса, светоносный, сын зарей. Он ли является носителем света? Не сомневайтесь. «Морали и догма», страница 324. Дьявол – падший Люцифер. Или светоносный. Он уточняет, что Люцифер – это дьявол. Конечно, ведь Павел 2 Коринфянам 11, 14 сообщает, что дьявол принимает вид ангела света. Нью-Эйджеры верят в то же, во что и масоны. Дэвид Спенгер – ведущий Нью-Эйджер. Свет исходит от Люцифера. Он светоносный. Я прочитаю вам отрывок из одной из высших книг масонства. Джон Тодд говорит. Она предназначена исключительно для масонов 33 степени. И для тех из 30, 31, 32 степени, кто доказали своей жизнью, что они не христиане, и им можно верить эти тайны. 14 июля 1889 года Альберт Пай издал официальное письменное указание 23-м Верховным. Мы должны говорить толпе вот что. Мы чтим Бога, но это Бог, которому поклоняются без предрассудка. Вам, Державным Верховным Генеральным Инспекторам, мы сообщаем это, чтобы могли передать и братьям 32-й, 31-й, 30-й степени. Религия масонства должна быть всеми нами, посвященными высоких степеней, поддерживаемой в чистоте лициферианской доктрины. Да, лицифер есть Бог, а истинная чистая религия – это вера в лицифера, дьявола. Если бы лицифер не был Богом, то был бы им Авадон. Замечу, что Авадона можно найти в книге «Откровения», где он напоминается как ангел бездны. «Бес над всеми другими бесами», то был бы им Авадон, Бог-христиан, деяния которого отмечены печатью жестокости и профанации, человека-ненавистничества, варварское отвержение науки. Еще клеветой на него и лицифера со стороны Авадона. Да, лицифер – Бог, именно поэтому учение сатанизма – ерес. И подлинно чистая истинно-философская религия – это вера в лицифера, равного Авадону, Иисусу Христу. Но лицифер, Бог света и добра, борется за человечество против Авадона, Бога тьмы и жестокости. Они называют Иисуса Христа Авадоном. Они говорят о лицифере все то, что мы говорим об Иисусе, а об Иисусе говорят все то, что мы говорим о дьяволе. И это в их книгах. «Люцифер? Да, в этом я христианин, сэр. Я чист, непорочен, благочестив и невинен», – говорит масон. «Как вы можете говорить, а у меня что-то плохое? Сэр, вам нужно родиться свыше, я роден свыше. Но ведь вы только что сказали, что вы – лицифер. Я – лицифер. Давайте мне определение, кто такой лицифер. Чистый, непорочный, благочестивый и невинный, который здесь, чтобы вам помогать людям». «Люцифер? Да, повторите еще раз. Люцифер – это чистый, непорочный, – говорит масон. Не только это лицифер, которого Бог сотворил. Да, это он. Великолепно, я выложу это в интернете. Будь благословен, брат, – говорит масон. Потому что именно этому учат шрайнеры и масоны, что лицифер – это свет. Нет, а как же наши больницы? Знаете, Сэр Иисус сказал, многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы все эти великие дела делаем? И тогда объявлю вам, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззакон». «Иисус такое сказал?» – говорит масон. В седьмой главе Матфея. «О, Боже, трудно поверить!» – говорит масон. «Вы христианин, и вы этого не знаете?» «Нет, я действительно христианин», – говорит о себе масон. «Потому что я чистый, непорочный, – другими словами, вы совершенно без Иисуса, да?» «Нет, нет, нет, нет. Хорошо, расскажите, кто такой Иисус? Он мой лидер. Он сын Божий? Да. Он единственный достатчимый мастер-учитель? Да. А вас, раз, вы никогда не называли достатчимым мастером? Нет, потому что я был слишком занят. Работал, чтобы помогать таким, как ты. Какую работу вы делали? «Да пошел ты», – говорит масон. Как видите, масон исповедует, что Люцифер – это свет. Кто это? Майк Хоггар, – говорит. Сам Люцифер, не так ли? Бафомет. Изображение бога рыцарей, хромовников и масонов. У него женские и мужские органы. Одна рука указывает вверх, другая – вниз. Он гермафродит, двуполый. Люди часто спорят о том, какого пола бог – мужского или женского. Но сама Библия говорит нам, что он двуполый. Он настолько же женщина, насколько и мужчина, и настолько же мужчина, насколько и женщина, говорит известный служитель, христианин. Подобное изображение можно встретить в книгах по магии, по колдосту. По сути, это и есть бог масонства. И у колдостова, и у масонства – двуполый бог, который одновременно и мужчина, и женщина. Билл Снебелин говорит. Потому что в масонстве есть, потому есть там циркуль. Он представляет собой бога и богиню. Мужские и женские репродуктивные органы. Символ алхимии – мужчина и женщина в одном теле. Под влиянием сионизма у них вошло в практику посещать особое место в Иерусалиме. Лео Сагами говорит. Под храмом Соломона они практикуют это в наши дни. У них есть первосвященница, почина Мелхиседека. Она не совсем женщина, а наполовину женщина, наполовину мужчина. Это был мужчина-священник-монах, работающий на Ватикан. Он был одним из величайших экспертов по Библии. Сейчас его зовут Микела Мерчинара. Он поменял пол с одобрения Ватикана. Сейчас она официально работает в университете, а на самом деле на полицию в расследовании оккультных убийств. Так вот, она является первосвященницей Мелхиседека в ордене Сиона. И принимает участие в этом оккультном ритуале в Иерусалиме вместе с элитой. Ее задача быть гермафродитом, потому что полуженщина, полумужчина. Это бог Бафомет. Тот бог, которому поклонялись рыцари-храмовники по возвращении со своих крусейдов. Итак, масонские авторы признаются, что скрывают поклонение Люциферу от других масонов ложек. По словам самих масонов, Люцифер это носитель света, и кто из масонов обнаружил это, тот узнал тайну. И вот что происходит дальше. Попадая в масонство и изучив определенные пароли, знаки, жесты и сигналы, вы переходите на совсем другой уровень масонства. Не тот, с которым знакомо большинство рядовых масонов. Вы начинаете постигать тайны просвещения, и тут у них появляется ячеечный принцип. В смысле? Если кто-то из вас изучал коммунистическую партию 50-60-х годов, то знайте, что у них были ячейки. То есть, когда один коммунист знал только двух других коммунистов. Таким способом, если кого-то из них арестует, он не сможет выдать всю организацию. Когда я был в Милуоке, я знал только двух состоявших в иллюминатах. И только один из них знал кого-то из вышестоящих, с кем бы вы могли сообщаться. В более глубокие аспекты иллюминизма, просвещения, вовлечены три группы масонов. Во-первых, особые потомственные династии, семьи. Во-вторых, те, кто приходят в масонство, уже имея оккультную подготовку за плечами. Таким был я. Когда я вступил в ложу, я уже был первосвященником-колдуном. Билл Снеппинг говорит. Я уже был в один целой кучей духа-помощников, которые на самом деле были бесами. И они постоянно нашептывали мне. Так что, проходя через ритуалы, я сказал определенные вещи, которые оказали, где нужен, необходимый эффект. И меня стащили с широкой дороги рядового масонства на своего рода обочинку, где вдруг меня стали посвящать в более глубокие тайны. И приняли в скрытую глубинную сердцевину ложи. И третья группа людей, попадающих в иллюминаты, это те, кого сочли достойными в силу их богатства власти. Некоторые из таких даже не обязательно становятся масонами. Как, скажем, Никсон, который стал частью иллюминатов. Некоторые из самых влиятельных людей в правительстве США, иллюминисты, хотя масонами не были, благодаря своей огромной власти и влиятельности, их сочли достойными стать частью тайной организации. Постепенно эти люди втягиваются во все высший и высший уровень обольщения. Они проходят эмоциональную и психологическую подготовку, чтобы получить учения. Их обучают формам медитации, контроле над разумом, начиная с духовных упражнений и иезуитов. Говорит Свале. Некоторых обучают с самого детства. Я проходил подготовку по программированию разума с очень раннего возраста. С пятилетнего возраста меня наставлял другой специалист, доктор из университета Джорджа в Вашингтоне. Он не только меня программировал, но и учил, как программировать других. То есть ты в основном занималась программированием других чинов группы? Да, мы не могли программировать тех, кто не входил в нашу группу. Нельзя установить достаточно травматичную, птическую, контролирующую разум программу. В того, кто не является членом группы. Но таким можно делать только так называемое пассивное программирование. Это в основном через средства массовой информации. Смотря телепрограмму, человек ходит в изменённое состояние сознания. Это знают все члены группы, даже ребёнок, так как они прекрасно знакомы с поведенческой психологией. Это трансовое состояние, достаточно расслабленное для того, чтобы внедрять в него нужные послания. Не получится взять постороннего взрослого, не члены группы и подвергнуть его тому, у него повредилась бы психика, он не вынес бы этого психологически. Приведи конкретные примеры техник программирования, которыми ты занималась. Иногда это начиналось с гипнотического внушения. Или мы вводили определённые медицинские инъекции. Маленьких детей зачастую охватывал страх, когда они проходили через программирование. Да и взрослых тоже, потому приходилось вводить быстродействующий препарат, чтобы расслабить их. После чего мы вызывали в них гипнотическое состояние, либо проверяли, как работает уже установленная в них программа, либо устанавливали впервые, особенно в маленьких детях. Я очень терпеливо объясняла им, какое поведение от них ожидается. Вы должны сделать то, то и то. Потом это нужно было закрепить на практике. Я показывала ребёнку, что он должен сделать. Я моделировала это для него, после чего говорила ему, давай делай, и он делал. Как правило, с первого раза у них не очень хорошо получается. Их либо подбадривает, либо подвергает электрошоку. Это широко используемые в группе методы, назывались позитивные и негативные. Ребёнок, который с первого раза сделал не совсем так, получает электрошок. Это негативное подкрепление. Затем я говорил, сделай ещё раз, и он делал то, что от него требовалось. Ещё их обучают тантрическим. Это йога, сексуальность, в частности, путь левой руки. Затем их знакомят с галлюциногенами и определёнными секретными смесями, которые используются для открытия третьего глаза, чтобы произошло так называемое «произошло просвещение». Даже в восточном местицизме, в Нью-Эйже, есть такое явление, как кундалини. Те, кто практикуют йогу, знают, что такое кундалини. Это определённая практика пустошения разума и напевания различных мантр. Считается, что основание нашего позвоночника находится свёрнутая в глубок змея. И через совершение данных ритуалов и действий эта змея пробуждается, разворачивается и зевается вверх по позвоночнику, достигает нашего эпифиза в шишковидной железе и открывает третий глаз. Это отсылает нас к третьей главе бытия. Вспомните, кто такой змея? Кстати, знаете, сколько позвонков в нашем позвоночнике? 33. Какой наивысший уровень в масонстве? 33. 33. Он связан с просвещением. Когда змея поднимается по 33 позвонкам позвоночника, человек получает просвещение. 33-е слово, сказанное змеем ею, было «голаза». Откроются глаза ваши, и будете как боги. Ещё их обучают основным принципам оккультного масонства, археометрии. Что это ещё такое? Спросите вы. По сути, это знание о том, как строить храмы, пригодные для обитания бесовских духов. Было бы чему учиться. Согласно закону пяти, в элиминизме просвещении человеку проходит человек пять стадий. Это пять ступеней к свету. Первая стадия – усыновление. это родство слицефера. Поймите одно, сатана – это неисправимый подражатель. Своего сотворить он ничего не может, так как отсёк себя от Бога, источника творчества. Так что ему остаётся одно – бесконечно крутить одну и ту же заезженную пластинку. Старого змея новым трюкам не научишь. У него прямо слюнки текут при виде того, что есть у Бога. Он хочет, чтобы ему поклонялись как Богу. И когда он видит усыновление христиан в семью Божию, он выдумывает, как сделать нечто подобное со своими пленниками. Очень важно понять вот что. если вы знаете кого-то, кто стал масоном, или вы сами масон, поймите, что преклоняя колени перед масонским жертвенником, как ученик, и давая клятву, вы усыновляетесь в семью Люцифера, дьявола, сатаны. Вы можете этого не знать. Я знал. Но большинство рядовых масонов не знают. Если вы христианин, а это делают многие пастыря, дьяконы, и бесчисленное множество рядовых христиан. И в результате одно колено у вас на жертвенники Ваала, а другое на жертвенники Бога. А жертвенники друг от друга все дальше и дальше, чем ближе мы к концу времен. И положение уж очень удобное. Откуда-то колено приходится убрать. И как правило, к несчастью это христианская посвященность. Двум господам служить нельзя. Вступая в ложу, человек придется исполнять все требования досточтимого Господа, мастера ложи. Находясь на привязи веревки на шее, он служит двум господам, все предельно ясно. Сознательно или нет, но они связали себя с дьяволом. Сейчас я это докажу. В масонском ритуале, который я должен был усвоить, когда вы преклонились преджертвенникам и дали леденящую кровь клятву, что христианам делать запрещено. Матфея 5 глава 34-37 стихи. В этот момент с ваших глаз снимает повязку. Досточимый мастер говорит, брат, старший дьякон, можете снять веревку с шеи нашего брата, так как он связан теперь с нашим братом более прочными узами. Итак, в тот момент формируется прочная духовная связь. Если вы поняли, насколько тесно связано масонство с колдовством, то поймете, что означает эта веревка на шее. В колдовстве и оккультизме это символ пуповины богини-матери, богини-неба. связывающий ее с ее тайным детем. Так что этот парень по сути родился свыше в кавычках от царицы ада супруги Люцифера. И это происходит с каждым масоном. 99 из 100 из них не понимая, что за этим стоит, что стоит за этим, но все же проходит через это. Следующая ступень просвещение иллюминации. Через это тоже проходит каждый масон, хоть и не у всех это срабатывает. Я объясню. Наступает момент в масонском ритуале как раз перед тем, о чем только что говорилось, когда человек дал клятву. Застащимый мастер начинает торжественно читать из Библии Бытие 1.1.2 И когда он произносит «И сказал Бог, да будет свет», все присутствующие масоны хлопают в ладоши из глаз посвящаемого, снимая поляску. При цвете трех горячих свечей он видит на жертвеннике священное писание, на котором лежит угольник и циркуль. Это якобы должно привести его в измененное состояние сознания, но на самом деле приводит лишь к легкой головной боли. Позже он проходит через еще одно изменяющее сознание действия в третьей степени, где он играет роль Христа в кавычках масонства парня по имени Хиран Ави. Ему завязывают глаза, таскают по ложе трижды, останавливают и в третий раз ударяют по голове резиновым молотом. Он падает на батутную ткань, его несут через всю ложу в угол, где хоронят под кучей камней, после чего воскрешают в кавычках сильной хваткой львиной лапы, и он узнает тайное слово степени массы хромосонов. Все это якобы должно изменить его сознание, но на самом деле не очень-то оно изменяется, если только он не станет делать упражнения иллюминатов. Почему вся эта схема? Потому что постепенно у вас якобы открывается третий глаз. Кто-то из вас может не знаком с этим термином. Третьим глазом по культизму называется ажно-чакра. Это энергетический центр, который если открывается, что якобы дает человеку сверхъестественную способность видеть ауру, заниматься астральными путешествиями и выходом из тела, видеть будущее и тому подобное. Конечно же все это бессонское. Я помог очень многим видеть небесное измерение, учая их смотреть своим духовным глазом и перестать спрашивать где, где ангел, где, не вижу, где. Мы должны начать смотреть нашим третьим глазом, внутренним глазом, в нашем воображении. Тодд Бентли, известнейший лидер, христианский, как говорят. Итак, когда вы начнете получать откровение и видеть после того, как я помогу вам сегодня активизировать этот пророческий глаз, вы должны понимать, что с каждым откровением должно приходить истолкование и правильная передача Тодд Бентли. Некоторые из вас не видят, потому что пытаются смотреть не через тот глаз, Тодд Бентли. И далее происходит вот что. Это случилось и со мной. Меня буквально затопил ослепительно белый свет Люцифера. Мой мозг как будто обдавали кипятком чистейшего света. Я вопил в агон и упал на колени и не удерживая этой дикой поле. Я получил сознание Люцифера. Был просвещен. Вот что значит стать иллюминатом. На латыни это означает просвещенный. К чему это приводит? Постепенно нечто начинает твориться с вашим разумом. Как будто вам в разум вели сатанинский вирус, который подобно компьютерному вирусу начинает переписывать человеческие программы в вашем мозгу, заменяя их злом, бессердечностью, беспощадностью. Вы смотрите на людей как на скот или клопов. Мне трудно даже описать, так стыдно говорить об этом. От этого у вас якобы происходит существенный скачок сознания. И вы становитесь представителем высшей расы существ. Хомо нойтикос, человек нойтический, который стоит над человеческими существами так же высоко, как вы над котами и собаками. Следующая стадия общения. то есть вы беседуетесь и сообщаетесь с могущественными мертвецами. По сути, от общения с умершими людьми, которые якобы обладают большей мудростью, чем вы. Не должен находиться у тебя вызывающий духов и вопрошающий мертвых, и померзок пред Господом всякий, делающий это в Тарзаконе 18.10.12. Я был трансченнелером и вступил в контакт одни выходные с Иисусом, вторые с Будды, третий с Зоороастром, четвертый с Гитлером, другой раз с Арифером Круль, прямо экуминист какой-то. Это якобы расширяет ваш уровень знаний, мудрости и оккультной силы и готовит вас к следующей стадии. Она называется Конгресс. Не в смысле, что вы становитесь конгрессменом. Эта стадия означает то, что вы должны вступить в половую связь с падшим бесовским ангелом, духом. Это довольно ужасающий процесс, который практически разрушает каждого, кто через это проходит и чуть не убил меня, говорит Билл Снеггер. Я прошел через формальный брак с падшим ангельским существом. Как вы понимаете, здесь задействован библейский принцип Божьего становления, который, когда вы вступаете в половую связь с кем-то, то становитесь одной плотью с ним. Проходя через это, человек становится настолько одержимым, что бесы кишат у него в глаза. У меня больше было бесов на кубический сантиметр, чем в целом в городе Индианаполисе. Это приводит к тому, что вы становитесь ужасно подлым и низким существом. в следующей стадии я благодарю Иисуса, что он вытащил меня оттуда и я не успел пройти ее. Это единство, когда вы становитесь одним целым с Люцифером, дьяволом. Вы настолько кишите бесами, что внутри вас никого нет дома, одни бесы. Такие люди есть и сейчас. Таким был Адольф Гитлер, Чарльз Найнсон, Я не говорю, что эти люди не могли быть спасены. Я только говорю из личного опыта, что из этого выбраться чрезвычайно болезненно. И я так благодарен Богу, что он вытащил меня, пока не стало слишком поздно. Мне нужно кое-что объяснить. Нередко, как только заговоришь о заговоре, то сразу слышишь в ответ. И не может быть никакого заговора. Никто не может держать это все в тайне. Даже правительство не может ничего удержать в тайне. Но скажу вам, что правительство хранит так много тайн, что волны не снилось. Но помимо этого есть причина. И я объясню, как знающие это изнутри. В результате всего этого в вашем разуме поселяется целая кодла бесов. Если вы только попробуете задуматься над тем, чтобы выдать свое братство, чтобы сделать заявление в СМИ или поговорить с тем, с кем нужно, с кем не нужно, эти бесы, знай, где находятся болевые точки вашим мозгом, тут же через электростимуляцию нервов причиняет мозгу такую невыносимую боль, что по сравнению с ней родовые молки это прогулка по парку. Причем внешне не остается никаких следов, ни шрамов, ни кровоподтеков, ничего. Вы умерзаете от боли и даже жаждете смерти. Пару таких секунд и вы оставите всякие мысли выдать свое братство, масонство. Еще на этой четвертой стадии, которую я испытал только частично, вы ощущаете себя частью гигантского организма. Ваш мозг как будто является клеткой другого высшего мозга. и все движется в единстве и гармонии. И эта грязная злокачественная схема, как правило, работает практически идеально, пока не вмешается Бог. Если вы все же решите, что как-то прорветесь, превозмогая эту боль, эти бесы просто спровоцируют кровоизлияние в мозге. Не пройдет и трех минут, как вы упадете замертво. Единственный путь выбраться из этого довериться Иисусу Христу, как произошло со мной. Иисус Христос может остановить этот процесс, в противном случае это практически невозможно. С вами говорят, или наты очень редко вербуют внешне, это не их основной метод, это передается из поколения к поколению, от отца к сыну, от матери к дочери, пока не увеличена целая династия. На протяжении веков были попытки сбежать, но их либо отравляли, либо убивали, либо инсценировали их самоубийство. Эллиминатам мне нравится, когда от них уходят, и они стараются максимально усложнить это. Как тебе удалось выбраться, в конечном итоге? Как ты вышла из ревинатов? Хочу признаться, что без веры в Бога я бы не смогла говорить с Валей. Я стала христианкой, это позволило во мне целую революцию. Я начал ставить под сомнение то, чему меня там учили. И вот во что я верила всю свою жизнь. Благодатью Божией мне удалось спастись. Хочу еще добавить, что когда я была в группе, то замечала, что многие члены есть конечно такие, кому это нравится, кто верит в их цели и полностью предан, но многим не нравилось. Но признаюсь честно, большинство мечтало сбежать в любую минуту, если бы только удалось. Джон Ток, иллюминаты это культная организация, к которой мы принадлежали. Иллюминаты означают носители света. Колдуны называют их море, побеждающее ветер. Билл на стороне доллара. Это большая печаль США. Вряд ли до вас новость, что это также сложный культно-масонский символ. Здесь написано «Ануидсертийс Новыс Орда Секлору». В этом году начинается новый мировой порядок. О нем говорят давно, но это не нечто новое. Этот термин вертится на языке вот уже два-три века, если не больше. А здесь мы видим римскими цифрами 1776. Многие скажут, и что здесь удивительного? Это дата подписания Декларации Независимости. Но Америка была основана не тогда. Америка стала официально Соединенными Штатами только после подписания статей Конфедерации. А что же началось с 1 мая 1776 года? Это важнейший сатанинский праздник Делтейн и день основания иллюминатов. Это канун Нового Года для колдунов Джон Тодгар Делтейн. Важнейший для колдовства день. Если вам интересно, почему день рождения иллюминатов и коммунистическая партия приходится на 1 мая, это потому, что иллюминаты все начинают 1 мая, так как это их Новый год. Вот что началось в 1776 году. Новый мировой порядок, Билл Снебблин говорит. Обратите внимание, что пирамида состоит из 13 рядов. Я объясню, что означает взломая, что ли, этот код. Вот как это расшифровывается. Обратите внимание, что она в форме трапезоида, недостроенная, состоит из 13 рядов. Самые нижние 5 рядов это известные масонские степени США, Соединенных Штатов Америки. Они образуют основание пирамиды. Над ними орден трапезоида. Это начальный орден сатанизма. Орден трапезоида. Древний и изначальный устав. Некоторые говорят, что у иллюминатов не существуют. Вот официальный документ ложе Рао Матис, который подтверждает, что они не только существуют, но и практикуют древний и изначальный обряд Мемфис Мицраим, египетский обряд. Следующий уровень орден восточных романников это разновидность сексуального масонства Кроэля. Далее Священный Палладион это где вступает в брак с демоном или пашем ангелом. Далее иллюминаты. Я прошел первую степень и Господь вытащил меня оттуда. Слава Ему за это. Над иллюминатами общество девяти неизвестных. Это девять человек, мужчин, а не женщин. Это высочайшего уровня культные мастера, каждый из которых избирает править над континентом. Я знал парня, отвечавшего за Северную Америку, но его уже нет живых. А эти девять, в свою очередь, подконтрольны обществу семи мироправителей. Библия называет их мироправителями тьмы века сего. А эти семеро подчиняются великому архитектору вселенной самому Люциферу Дьяволу. Заметено всевидящее око на вершине. Это всевидящее око не бог, братья и сестры. Масоны хотели бы, чтобы вы поверили, что это бог. Это их бог, а не мой, прошу прощения. Если изучить этот символ, то ясно, что это глаз учат или глаз уаджит. Это символ всевидящего ока Асириса или гора. А мой бог не циклоп, у него два ока, а не одно. А это великий архитектор вселенной Люцифер. Его титул на иврите Айнсов, что в переводе означает свет безграничного ничто. Другими словами, Люцифер это большой ноль. Такая вот иерархия. Если обратить внимание на краевольный камень, потому что краевольный камень это Ротшильды, они считаются богами, они людьми. Согласно этому учению, люди, пришедшие в этот мир, были богами, Джон Тодд говорит, жившими на Олимпии, в других весьма отдаленных пределах. И где-то в 17 веке эти боги стали жить в Ротшильде. Сбрав их как самое чистое непорочное в оккультном представлении семейство и сделав Ротшильдов богами, не смертными, не колдунами, они основали через Ротшильдов иллюминатов. Око это их бог-отец Лецифер. Совет 13. Политическая пирамид иллюминатов находился прямо под Ротшильдами. Так это личная служба их. Треугольный краеугольного камня это трибунал Ротшильда, которые названы священным семейством. Они предводители иллюминатов. Для иллюминатов они являются тем, кем для католиков являются Петр, Павел, Мария, все святые и папа вместе взяты. В оккультизме есть учение, что Лецифер приходит к ним лично и садится за их обеденный стол. Садясь за стул, они всегда оставляют 13-й стул для самого Лецифера. Я был в их особняке и видел, как это происходило. Совет 13 наивысшей пирамиде иллюминизма. Прямо под Советом 13 Совет 33. Они называются великими мастерами. Это 33 наивысших в мире масона. Чтобы стать членом Совета 33, нужно забрать человеческую жизнь в специальной церемонии, чтобы доказать, что ты достоин.